Добрый день, уважаемые друзья! Добро пожаловать в Ярославль! Мелбет Первая Лига. Вас приветствует стадион Шинник. Это матч хозяев. Ярославский Шинник дома принимает калининградскую Балтику матч, важность которого практически невозможно переоценить. Традиционная тройка центральных защитников у Балтики, традиционные четыре в линию у Шинника. Все остальное, соответственно, уже по ходу игры. Ну и мы начинаем, уважаемые друзья. Поехали. Сейчас посмотрим за этой атакой Балтийцев. Передача направо на Ковалева. Вот она пошла. Ковалев один в один может обыгрывать. Юрий Ковалев. Подача! Удар! И это 1-0! И это Балтика! Вот вам, пожалуйста, зарядился эмоциями Юрий Ковалев в европейском вояже. И Виталию Лисаковичу ассистировал. Белорусский гол. Балтики 1-0. Калининградцы выходят вперед. Да, команда любит играть. Наверное, все же вторым номером. Сейчас момент. Эльдарушев! Что здесь? Штрафной или нет? Это не штрафной. Это фолл штрафной. И это 11-метровый. Это пенальти. Абусаид Эльдарушев зарабатывает. Да, ну вот мы смотрим сейчас за повтором. Заплелся у Камлинов ноги Эльдарушеву 100%. Фолл был штрафной. 100%. Лисакович против Файдарова. Удар! И 2-0. Виталий Лисакович на 11-й минуте удваивает преимущество своей команды. Удваивает свой лицевой счет, собственно говоря. И в этом матче имеется в виду. По позиции замена произошла у Тальякинцев. Но сам по себе Абусаид Эльдарушев, по-моему, вполне себе форвард для РПЛ уже сейчас. Опять же, уважаемые друзья, можете соглашаться, не соглашаться. Вот такой момент! И это 3-0! Из ничего буквально Балтика находит свой третий мяч на 34-й минуте матча. Я даже не знаю, что сказать. Ну и давайте смотреть, как вообще все это было. Я вот стройности этой атаки не вижу вообще. Отскок один, отскок другой. В итоге Петров оказывается после скидки. Да, вот здесь, честно говоря, не обратил внимания. Алиников, по-моему, да, противостоял Петрову. Кто знает еще, сколько добавить чуть позже. Загре сразу начинает быстрой передачи атаку своей команды. Момент опасный! Ну вот здесь Руслан Куль прощает такое чувство Максима Бориско и компанию. Сергей Айдаров начинает атаку Ярославского Шинника. Причем достаточно опасный, возможно. Джон, перевод удар! 1-3! Шинник в игре! Казагоров дал интервью, забил мяч. Уважаемые футболисты, давайте интервью почаще, не только клубным пресс-службам. Такой вывод делаем. Но отмечаем передачу Джонатана Джона. Это гол имени крайних защитников Шинника. Левый защитник подает, правый замыкает. Ну и 1-3. Совсем другое настроение на трибунах. Нападающий без определенной позиции, если можно так сказать. По ходу этого матча Казагоров прострел! Бориско! Вот это да, Максим Бориско. Он копил силы 45 минут, чтобы это чудо сотворить. В этой игре, в этом матче с участием Шинника также пенальти назначил. И здесь еще одна подача. Маляров на пустые ворота отдает. А где гол, где удар хотя бы Фернандес? Добивания не будет. Могли, я не знаю, что могли сделать здесь Балтийцы. Носом, что ли, завести мяч в ворота. Что они хотели сделать? Потому что там, в принципе, после паса Малярова удар в касание. И контратака Балтики за звонки набирает ход. С левой ноги на Стефановича. Стефанович! Выход 1 на 1. Илья Стефанович! В падении бьет и не забивает. Сергей Айдаров тоже чудо сейвом отмечается. И нет. Тигран Аванесян мог там пробрасывать себе на ход и убегать на чужие ворота. Но на этом все, уважаемые друзья. 3-1. Балтика получается, да, по факту решила исход этого матча в первые 11 минут матча. И самое главное, уважаемые друзья, Балтика до завтра, как минимум, выходит на промежуточное первое место в Мэлбэд первой лиге.